ПЕВЦЕ ШАМАН Получить подобные почести в свой адрес, а недоброжелатели из старой гвардии нервно закусили губу. Однако начнем сначала. Началом служит то, что большинство испуганных патриотов резко побежали в сторону дома. По этой причине «Песня года» полна таких неровностей, да и в общем и целом с российским шоу-бизнесом происходит что-то неладное. Кто-то скоропостижно вернулся, кому-то и в России все это время хорошо жилось, но стресс сейчас у всех, поскольку у талантливого исполнителя «Шаман» по сей день карьерный путь лишь идет наверх, без каких-либо промедлений. Процесс становления новой звезды был быстрый, и теперь он популярнее, чем они. После прошедшего новогоднего концерта и вовсе можно было сделать выводы, что старая гвардия ополчилась на певца, однако он отреагировал на это более чем достойно. Ответы были корректные и краткие. В основном, богема обвиняет его в неискренности и то, что он продукт Кремля. И тут назревает вопрос, а у них вообще хотя бы понимание слова «искренность» есть? Они сами полны фальши. Разве вся их показушная доброта и та любовь к России не являются сплошной фикцией? Каждый видит в них лжецов, и это не вызывает ни единого сомнения. Выставляют себя искренними творцами, а на деле за их искренностью стоят огромные пачки денег. Стоило шаману исполнить свою песню на пенсы года. И в эстраде начали тихонько склочничать, пытаясь в очередной раз продвинуть собственную забытую персону посредством агрессии в адрес молодого певца. Олегу Газманову такое отношение не пришлось по духу, и тот встал на защиту певца, ответив Киселеву с его обвинениями. Киселевым же было отмечено, что патриоты в первую очередь руководствуются душевными порывами, искренними чувствами и бескорыстием. У Газманова с шаманом такого нет, считает он. Весь негатив был подкреплен заявлением, что артисты не горят желанием оказаться на одной сцене с шаманом. Естественно, подобные слова не могут не затронуть, и потому Олегом Газмановым был дан развернутый ответ на всю эту пиар-акцию. Таким образом, он заявил, что в медиасфере России отсутствует патриотическая музыка, подчеркнув то, что патриотизм на российском радио на данный момент окончательно забыт. Он считает, что виной всему гламур, ставший во главу российской медиасферы. Они не патриоты, и им непонятен патриотизм и подобные настроения. В первую очередь Газманов обращался к Киселеву, дав тонкий намек о том, что тот некомпетентен на своей должности главы радиостанции «Русское радио». А затем уже и Россия узнала о решении, принятом Путиным, которому как раз и удивился певец-шаман. Как оказалось, Владимир Путин включил певца Ярослава Дронова «шамана» в список, куда попадают только доверенные лица нашего Верховного. Там находятся великие люди вроде Боярского, Михалкова и Безрукова. Как утверждает продюсер Павел Рудченко, это ни капли не удивляет, поскольку «шаман» на сегодняшний день является самым ярким певцом-патриотом, так что Путин сделал это более чем обоснованно. Также, как заявил директор певца «шамана» Антон Коробков-Землянский, им и вовсе не было известно о том решении, которое принял президент, поскольку сейчас они гастролируют по сибирским городам. Павлом Рудченко же заявлено, что политтехнологами зачастую применяются подобные методы для того, чтобы на них обратили внимание популярные люди, соответственно создав вокруг своей личности больше шума. И выбрал Путин самого достойного. Вместе с этим произошло еще одно шумное событие, Совет Федерации стал местом, где выступал на днях «шаман», весь зал по итогу аплодировал. По признаниям Валентины Матвиенко, выступление ее довело до мурашек. И чаще всего после подобных громких выступлений букеты артисты получают от фанатов. Но здесь все произошло наоборот. Изначально охрана напугалась столь неожиданно направившегося в сторону Матвиенко Ярослава, но та просигнализировала им, что все в порядке и получила букет от певца. В общем, скоро «шаман» обретет еще гораздо большую популярность. Сомнений нет. Своё мнение я озвучил, а вы пишите своё в комментариях. Спасибо за просмотр. Жду ваше мнение в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»